Во время Второй мировой войны границы этики исследований не были установлены. На сегодняшний день, чтобы провести опыты с участием людей, нужно соблюсти много условий. Салют! Исследования должны быть обоснованы и ясно изложены в особом протоколе, а также одобрены независимым этическим комитетом. Эксперименты с участием человека должны основываться на данных, полученных в лабораторных исследованиях на животных. Это положение есть и в Нюрнбергском кодексе. Нюрнбергский кодекс — это заключительный документ, составленный в результате военного трибунала четырех союзных держав СССР, США, Великобритании и Франции над верхушками фашистской Германии, врачами и военными, ответственными за совершенные нечеловеческие эксперименты и казни. Правила из этого кодекса действительны и по сегодняшний день, и даже частично изложены в Конституции Российской Федерации. Я хочу всем напомнить, почему человечеству пришлось устанавливать границы в опытах над людьми, какие преступления совершали врачи и ученые того времени. А также в конце я расскажу о мнениях, касаемых Нюрнбергского кодекса. И почему многие считают, что он был нарушен во время пандемии коронавируса. Самым удобным местом для экспериментов нацисты выбрали концлагеря. Огромный поток военнопленных предоставлял самых разных пациентов, и врачи сами выбирали себе подопытных. Самыми страшными из концентрационных лагерей были Освенцим и Дахау. В фильме «Остров проклятых» главный герой в роли Леонардо Ди Каприо страдает от кошмаров, вспоминая завалы трупов, увиденные при освобождении Дахау. Но куда страшнее Дахау был Освенцим? В Дахау за все время умерло около 100 тысяч человек, а в Освенциме – полтора миллиона. Именно в Освенциме и проводились жуткие эксперименты и опыты над людьми, и проводил их врач, который получил прозвище «Ангел смерти» – Йозеф Менгеле. Получив диплом врача, Менгеле устроился в Институт наследственной биологии и расовой гигиены. Там он стал ассистентом доктора Отмара фон Вершуэра, на тот момент признанного специалиста и авторитета в области генетики. Под руководством Вершуэра Менгеле защитил докторскую диссертацию. Менгеле не было и 30-ти, а уже, считайте, подавал большие надежды. Но чтобы продвинуться дальше по карьере, ему было необходимо вступить в партию. Так он и вступил в СС в 1940 году. В это время война была в самом разгаре. Его отправили в танковую дивизию, где он выполнял обязанности врача, и даже спас несколько человек из горячего танка. Однако в 1942 году в бою с советскими войсками в районе Ростова-на-Дону он был тяжело ранен. После выздоровления он был признан непригодным к строевой службе. В то же время его наставник Вершуэр стал главой Института антропологии, и он предложил своему подопечному послужить на благо германской науки в концентрационных лагерях. В 1942 году нацисты приняли решение о перемещении всех евреев с оккупированных территорий в концентрационные лагеря, на территории захваченной Польши. Вершуэр убедил ассистента, что в лагерях открываются невиданные прежде возможности для совершения великого научного прорыва. После этого Менгеле подал заявление главному врачу Освенцима о желании служить в лагере. Его просьбы удовлетворили, и он стал главным врачом цыганского лагеря в Освенциме. Достаточно быстро он оказался повинен в гибели тысячи людей. В обязанности всех врачей лагерного комплекса входил обязательно осмотр прибывших узников, и врачебная комиссия решала, кому жить, а кому умереть. Решалось, кто пригоден для труда и на какое-то время останется в живых, а кто слишком стар или болен. Таких сразу отправляли в газовые камеры. Будучи не просто рядовым врачом, а специалистом с полномочиями на исследование, Менгеле обладал привилегией любых заключенных забирать к себе на опыты. Подопытные имели некоторые льготы по сравнению с простыми заключенными. Они получали лучшее питание, их освобождали от принудительных тяжелейших работ. Пока они оставались подопытными, их нельзя было отправлять в газовые камеры. Однако, сколько это продлится, никто не знал. Предугадать последствия экспериментов тоже было не всегда возможно, и нередко подопытные погибали в результате опытов или же становились больными. После чего к ним терялся интерес, и они, как правило, умершвлялись. Особый интерес у Менгеле вызывали близнецы. Германия нуждалась в высокой рождаемости, поэтому Менгеле упорно искал способ немецким женщинам рожать двойняшек, а то и тройняшек. Он считал, что особым достижением было бы появление на свет голубоглазых и светловолосых мальчиков, чтобы они имели арийскую внешность. Вначале он проводил антропометрические замеры и сравнения сходства и различия близнецов. После этого проводились ужасные опыты. Детям без применения анестезии ампутировали конечности, проводили пересадку органов от одного близнеца к другому, инфицировали их различными заболеваниями. Все это делалось с целью увидеть реакцию различных организмов на какие-либо изменения. После смерти близнецов Менгеле проводил их вскрытие и тщательное изучение внутренних органов. Точное количество жертв Менгеле неизвестно, ведь все документы уничтожались либо самим врачом, либо заказчиками исследований, либо отступившими эсэсовцами. В любом случае на совести Менгеле не только жертвы экспериментов, но и заключенные, которых он убил, ввиду их нетрудоспособности. В то же время на другом конце планеты работала и другая врачебная организация, Отряд 731. Это история о японских военных экспериментах над людьми. Давайте познакомимся с этими экспериментами и их последствиями. В начале 1940-х годов японское правительство приняло решение создать Отряд 731, ответственный за изучение биологического и химического военного потенциала. Главной целью этого отряда была разработка нового оружия, способного принести смерть и разрушение на врага. Но для достижения своих целей Отряд 731 использовал жестокие методы. Они проводили страшные эксперименты на живых людях, бесчеловечно издеваясь над ними. Целью было изучение эффектов различных вирусов и бактерий на организмы людей. Из этих экспериментов можно выделить заражение испытуемых бубонной чумой, холерой, оспой, батулизмом, дизентерией, брюшным тифом и другими заболеваниями. Также они отрезали подопытным конечности для определения влияния потери крови на организм человека. Жертвами этих экспериментов были не только военнопленные, но и невинные местные жители, в том числе женщины и дети. Отряд 731 не видел в них людей, они видели их только как объекты своих извращенных исследований. Конечно, Отряд 731 стремился сохранить свои действия в тайне. Они строили специальные объекты для проведения экспериментов в удаленных областях, скрывали их под видом исследовательских центров. Но несмотря на их усилия, история об этом распространилась на весь мир, и правозащитные организации начали проводить собственные расследования, выводя их в деятельность на чистую воду. После окончания войны Отряд 731 был разоблачен, и многие его участники попали под военный трибунал. Они подверглись суду за свои злодеяния, но многие из них избежали смертной казни и были осуждены к тюремному заключению. Эта история напоминает нам о важности человеческого достоинства и недопустимости нарушения прав человека при любых обстоятельствах. Она напоминает нам о том, что такие преступления должны быть наказуемыми и не должны повторяться. Все эти эксперименты имеют большое историческое значение, ведь во избежание их повторения был составлен документ, который актуален и по сегодняшний день. С целью регулирования медицинских экспериментов на людях был составлен кодекс после конца Второй мировой войны, ведь было открыто множество нарушений прав человека, включая преступления против человеческого достоинства, совершенные немцами и японцами. Основные принципы, выделенные в содержании Нюрнбергского кодекса, указывают на то, что эксперименты могут проводиться только с добровольного согласия пациента. При этом он должен быть осведомлен о возможных вредоносных последствиях для его организма. В Нюрнбергском кодексе 10 положений, если кратко, то они гласят. Первое. Необходимо добровольное согласие подопытного. Второе. Результаты экспериментов должны нести огромную пользу людям. Третье. Человеческие эксперименты должны быть только после экспериментов над животными. Четвертое. Эксперименты должны проводиться без человеческого страдания и вреда. Пятое. Не должны проводиться эксперименты, если есть возможность смерти или инвалидности. Шестое. Риск не должен превышать возможность пользы. Седьмое. Эксперименты должны проводиться в оборудованных лабораториях. Восьмое. Эксперименты должны проводиться квалифицированными специалистами. Девятое. Подопытные люди должны иметь возможность отказаться от участия в любое время. 10. Руководитель опытов должен быть готов отказаться от дальнейшего проведения опытов в любой момент. Однако, относительно недавно, во время пандемии COVID-19, все эти положения были нарушены многими странами, в том числе и нашей. Дело в том, что иммунизация всего мира происходила с помощью медицинской технологии введения синтетической матричной РНК в организм. Если проще, то в вас вводили лишь часть вируса, а не всю его генетическую информацию. А все предыдущие иммунизации действовали совершенно по-другому, путем введения дезактивированного или ослабленного вируса и естественного возбуждения против него иммунной системы. Первую волну вакцинации это было еще и инновационное лекарство, которое только недавно получило одобрение ФДА в Соединенных Штатах. Одобрение, которое не является окончательным, и вакцина имела тогда 22 побочных эффекта. Кроме того, ни один из медицинских факторов не был проверен научными исследованиями, и было неизвестно, как долго и безопасно он будет влиять на пациентов. Сложилось впечатление, что нестабильную вакцину решили попросту проверять на живых людях для дальнейшей ее стабилизации. Из-за этого ассоциации врачей по всему миру начали подавать в суд на свои правительства. В России, Израиле, Великобритании, Германии, США, Канаде и многих других странах происходили такие случаи. Страны занимались принудительной вакцинацией своего населения. К тому же, вероятнее всего, они замалчивали реальное число жертв после введения нестабильной вакцины. Все мы помним, что из-за отсутствия прививки вас могли не допустить к работе или учебе. К тому же, оказывалось огромное влияние со стороны СМИ. Именно из-за этого и пошел слух в нашей стране, что все это постанова для того, чтобы чипировать все население. Да, многие пытались отстаивать свои права, но в итоге мы все это схавали и привились. Даже несмотря на то, что с точки зрения закона... Незаконное, да ни хрена! И вот вопрос, и нахрен был нужен этот Нюрнбергский кодекс, если стороны, которые его приняли, в итоге его же и нарушили? Вот отрывок речи Генри Киссингера, который в интернете представляют как фейковый. Сами решайте, правда это или нет. В ходе совета по Евгенике в рамках ВОЗ в 2009 году Генри Киссингер сказал... Как только стадо примет обязательную принудительную вакцинацию, игра будет окончена. Они примут все, насильственное донорство крови или донорство органов для всеобщего блага. Мы можем генетически модифицировать детей и стерилизовать их для всеобщего блага. Контролируйте умы овец и вы будете управлять стадом. Производители вакцин заработают миллиарды. И многие из вас, присутствующие сегодня в этом зале, являются инвесторами. Это беспроигрышный вариант. Мы прореживаем стадо, и оно платит нам за услуги по уничтожению. Приводя стату Киссингера, мы хотели сказать, что нужно отказаться от прививок? Нет. Рассказывая о врачах, которые совершали преступления в отношении своих пациентов, мы хотели их как-то оправдать? Тоже нет. Мы лишь хотели показать, какими средствами порой достигается информация о человеке и его здоровье, и до каких крайностей способны доходить специалисты в получении этой информации. Все, кто добрались до этого момента, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки или же дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!